Так, ну дальше по плану Перетирка Я сначала перетру шпатлевку Тут терять буду в принципе все машинкой Только кантик, где машинка не залезет Там вручную Перетру шпатлевку, посмотрю, может где-то надо шпатлянуть Ну мало ли там Краторочек, порка осталась Потом подшпатлюю Уйду на переднее крыло И аж потом будем снимать металл Ключок, я думаю, наверное, надо снять Чтобы его полностью не сдирать Он целый Смысла его грунтовать нету Поэтому его снимем Надеваем 120-ку Такую, несвеженькую И вперед Так, тут надо низочек дотереть вручную Ну так я вижу пару мест Где есть чуть-чуть поры Надо тоненько их протянуть Трется замечательно По времени сушки прошло у него часа, наверное, полтора точно Может быть даже два Все, сейчас обезжирим Тоненько протягиваю поры Потом буквально пару точек И уходим на переднее крыло Это крылышко будем тереть вручную Посмотрим, как она поддается Вся ручная обработка шпатлелка Потому что бывают такие случаи Очень частые Когда на машинке она неплохо перебивается А вручную, сука, забивает наждак На первых этапах очень серьезно Здесь стоит новая 150-ка Кубитрон Короткий брусок Вперед Чисто Кубитрон Перетерлись Все хорошо С одной перетерки Теперь на машинке пробить риску И все Выход на металл очень гладкий Ну то есть с цинком работает шпатлевка хорошо Проверена, так сказать, на себе Да и все, собственно Шпатлевка классная Шпатлевка мне понравилась еще давно Сейчас ее перепроверю Хорошая Но, блин, быстро сохнет на шпателе Слишком быстро сохнет Это ее как и плюс, так и минус Так, перебивку пока оставляем На потом На эксцентрике На ДРС я буду перебиваться И пройду тут Так, тут я буду идти 120 220 Пройду как раз Градация позволяет Перескоп Со 150-ки на 220 Все нормально А сейчас Ротором С беспрерывным Вращением Эксцентрика 80-ки Выбиваем Это довольно-таки быстро Наконец-то умерла Это 80-ка Выглядит она неплохо Но уже чешет слабо Ее еще можно отложить на ней Где-то шпатлевку Потом сбивать Бугры первоначальный Можно 80-ка перебились Теперь надо пробить риску 120-кой Хотя бы На просто эксцентрике Потому что Грунтовать на такой В принципе-то можно Но надо перебиваться Это еще крупноватая риска Хотя хороший грунт У нее не сядет Но положено перебиваться Иначе перебиваемся И теперь круг 220 Прохожу шпатлевку И зоны переходов Вам там не видно Короче Зоны переходов На старой лакокрасочной Давайте посмотрим Что я успел сделать Сейчас у нас 7 часов То есть Это я уже 9 часов Работаю с машиной Казалось бы Что тут 4 элемента И пороги С порогами Очень много геморроя Пока пролез Пока все Выдрал кораллом Державое Пока заклеился Обезжирился Еще раз заклеился Перезаклеился Обезжирился Ну нормально Короче Я сегодня успеваю Загрунтоваться Сейчас перемешиваю Чудо-жижу Которая мне Очень понравилась И там где были Коррозия И там где ее Уже не берет Коралл А это на низах порогов Обильно так Проливаем Этот преобразователь Активатор Какой-то там Зактиватор Вот здесь был Были очаги И вот здесь были очаги Так Что там Где-то еще На крыльях На крыльях На крыльях Ночью Вот там Так Тут Так Здесь Здесь Вот здесь Все Оставляем 10-15 минут Ох ты Он тут прямо уже начал Фиолетовить А еще вот здесь И там на арке Он прямо фиолетовый Начал покрываться Все 10-15 минут И порядок действий Будет следующий У меня Один тонкий слой Эпоксидника На все Полностью 40 минут Сушки Но эпоксидник Буду наносить Зюза 1-3 Чтобы вообще Тоненько-тоненько Перекрыть Мультик Закрыть металл Защитить Закрыть шпатлевку Защитить Закрыть вот это Что сейчас обработано Как оно фиолетовое Это Блин Мне прям нравится После Эпоксидника Которым закроем Металл и мультик Сушка 40 минут И Здесь Где подшпатлевано Три слоя Грунта Наполнителя На все остальное Ну и там Где подшпатлевано На все остальное Два слоя Грунта Наполнителя Делать тут Особо Грунтом Нечего То есть Толщину Мне выгонять Никакую Не надо Здесь я тонко Протянулся И шпакло Осталось Тоненько В ямке И чуть-чуть За пределами Ямки Не знаю Почему так вытерлось Но вытерлось Именно так Идем разводиться Эпоксидник будет Леклер Леклер Без разбавления Он сам по себе Жиденький Версия нанесения Под перетирку Не под мокрый По мокрому Но грунтами Акриловыми Можно сверху Работать После межслойной Сушки Приступим Эпоксидные рунки За 1,3 И все Что открыто Версия нанесения Версия нанесения Версия нанесения все такой еле-еле прозрачный слой шпатлевка он там прямо видно как она себя питает ничего страшного пусть питает здесь тоже фактически глянцевая пыль ту сторону я уже сделал тут все хорошо сушка минут 30-40 сейчас как бы не то чтобы сильно холодно но градусов 25 есть этого будет достаточно придем пощупать как он подсох там где металл видите он прямо растянулся и такой почти стеклянный этот эпоксид у леклера вон в стекло не натягивается сам как его не наливаем все равно то есть под мокрой по мокрому не годится но именно под покраску грунт 4 к 1 green tea filler light grey наносим на уже высохшее полностью покрытие 40 минут прошло ровно наношу пока в один мокрый слой вот так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С капотом и багажником они самые сложные, чтобы они дольше постояли в грунте сделанными. Потом будем заниматься дверями. Примерно на капот с багажником у меня уйдет целый день. Они хоть и небольшие, но тут работы с рихтовкой. Там работы на капоте с ржавчиной очень много. Посмотрим, что получится. Надеюсь, завтра я их подготовлю из-за грунта. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Удачи и пока.